Сегодня ролик посвящен установке облачного роутера, то есть роутера на VPS, в персональном виртуальном сервере. Для чего это может понадобиться? Первое, что приходит на ум, свой собственный VPN для обхода различных запретов, но это не единственное применение. Можно организовать объединение удаленных пользователей в одну сеть. Также можно прокинуть себе белый IP и не попадать под зависимость от провайдера, а стоимость такого IP будет в несколько раз дешевле. Устанавливать будем Cloud-Hosted Router от Microtik, версия RouterOS 7.3.1, в ней есть новомодный в AirGuard. Почему не реализовать роутер на виртуалке под Linux? Ну потому что Cloud-Router специально создан для задач облачного роутинга, практически не имеет ничего лишнего и в разы быстрее справляется с задачами обработки пакетов. Поехали! Для наших целей подойдет практически любой VPS с предустановленным Linux. Входим в панель управления. Будем рассматривать одну из самых распространенных. Перейдем в раздел VPS. В нашем случае здесь только один экземпляр. Запомним его настройку сети. IP. Маску под сети. И шлюз. Двойным кликом перейдем в управление экземпляром виртуального сервера. Зададим свой пароль для доступа по SSH. Через несколько секунд пароль применится и можно будет подключаться. Подключимся через SSH клиент. Вводим пароль. Посмотрим сколько дискового пространства нам доступно. Для наших целей 10 гигабайт более чем достаточно. Также запомним имя диска. Следующим шагом скачаем с официального сайта MikroTik из раздела Software, подходящий дистрибутив. В пункте CHR находим строку RAVDiskImage. Копируем ссылку на дистрибутив роутерос 7.3.1. Возвращаемся в терминал. И закачиваем VGET по скопированной ссылке файл. Разархивируем и развернем RAVImage на наш диск одной командой. Перезапускаем. После перезагрузки запустится уже роутерос, но без каких-либо настроек. И подключиться к нему будет возможно только консольно, через ВНЦ, в веб-панели управления услугой. Первичный вход под учеткой админ без пароля. Лицензионное соглашение оставим на потом. Следующий шаг не игнорируем и задаем пароль административной учетки. Здесь же через Command Line пропишем IP нашего виртуального сервера, с маской под сети, на интерфейсе ZR1. А также пропишем GodWay по умолчанию. Теперь можно подключиться через Винбокс по IP с админской учеткой и заданным на предыдущем шаге паролем. Проверим, как отображаются ресурсы виртуального сервера через фирменную утилиту от Microtik. Посмотрим, как легли настройки сети, заданные нами через Command Line. Прописываем DNS. Зададим имя нашему роутеру. Займемся безопасностью. Начнем с учетных данных. Создадим нового пользователя с полными правами. После этого отключим встроенную админскую учетку. Отключим Watchdogger. И Brandvich Server. И Mac Server. Он нам точно не нужен, мы не будем заходить по Layer 2 и осуществлять поиск соседей. Зайдем в IP-сервисы и отключим ненужные и потенциально опасные сервисы. А Winbox перенесем на другой порт. Переподключимся к нашему микротику по новому порту и под новым пользователем. Пришло время настроить firewall. Первым делом разрешим входящий в роутер трафик по порту на котором висит Winbox. Запрещаем весь входящий трафик кроме установленных соединений. А весь проходящий трафик запрещаем безусловно. На этом базовая защита роутера завершена. Можно еще усилить защиту порта Winbox, например, разрешенными IP или порткнокингом, но это оставим за рамками данного видео. Для полноценной работы необходимо получить лицензию. Предварительно регистрируемся на сайте микротика. Здесь вводим учетные данные. Старт и получаем ее на 30 дней. Теперь наш роутер может получать автоматические обновления, а интерфейс будет работать без ограничения в 1 мегабит. По окончании срока скорость интерфейса не будет ограничена. Наш виртуальный роутер полностью готов к работе. Настройки его под конкретные задачи уже отдельная история. Смотрите наши другие ролики на канале. Может возникнуть необходимость вернуть виртуальный сервер в исходное состояние, например, в случае ошибочной настройки роутера и невозможности получения доступа к нему по Winbox. Для этого идем в панель управления WPS. А там в управление требуемым экземпляром. Нажимаем переустановить, выбираем желаемую ось и через несколько минут получаем виртуальный сервер с выбранной операционкой. Все команды из ролика вы можете посмотреть в нашем телеграм канале. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.